Шалом! Мы сегодня здесь собрались по очень важному такому событию. 25 лет назад евреи из-за Иисуса начали служение в бывшем Советском Союзе именно здесь, в этом городе, в городе Одессе. Замечательное время. И сегодня здесь праздничное служение, посвященное открытию юбилейной евангелизации, в которой, мы, знаете, хотим вместе все прославить имя Господа, превознести Его и сказать всем людям, живущим здесь в Одессе, что Иисус таки, да, воскрес, и мы, евреи, верим, что Он есть наш Мессия и Спаситель всего мира. Я хочу для начала пригласить капеллана нашей евангелиционной компании. Это Питер Ван Дерстюр. Вы знаете, я точно знаю, что у этого человека есть в сердце наш город Одесса. Да, это так. Правда? Правда. Ну, пусть он сам больше скажет. Хорошо. Очень рад быть с вами. Очень рад, что есть свобода еще на Украине делать такую компанию. Вот, и хочу вам коротко сказать. Вот, один брат, мы живем теперь в Америке, и там был один брат, Господь ему показал открытие видения. Он видел Иисуса на белой лошади. Иисус провозгласил четыре вещи. Третье, то, что Он говорил, Он говорил, что ад намного хуже, чем мы можем себе представить. Он там был, Он там был, Он пережил ужас ада, и Он хочет, чтобы мы имели тоже правильное представление об ужасе ада. И четвертое, то, что Он провозгласил, Он говорил, что мое желание явить мою милость намного сильнее, чем вы можете себе представить. Желание Иисуса явить милость спасти людей намного сильнее, чем мы можем себе представить. И хочу вам коротко прочитать несколько стихов из Библии. Первое место – это второе послание Петра, третья глава, девятый стих, где написано «Не медлит Господь исполнением обетования». Вот и дальше. «Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иисус хочет, чтобы все пришли к покаянию. Вот еще в книге «Деяния», вторая глава, тридцать восьмой стих, спросили Петра, что надо, чтобы спастись. Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Мессии для прощения грехов и получите дар Духа Святого. Покайтесь – значит делать полный поворот постоянно от грехов и от всего, что мешает нам любить Иисуса и идти за Иисусом. Погружение, креститься каждый во имя Иисуса Мессия – это значит, что мы полностью себя доверяем Иисусу, Его жизни, Его смерти, Его воскресению. И получаем дар Духа Святого, который наполняет нас и дает нам силу любить Иисуса и угождать Ему. Вот Иисус говорил, мое желание, явить мою милость намного сильнее, чем вы можете себе представить. Третье место, вот вторая глава «Деяния», двадцать первый стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий, который призовет имя Господне, спасется. Я хочу молиться за нас. Господь, мы просим Тебя, Иисус, Ты провозгласил эти слова вот этому брату, очень серьезные слова, и мы хотим наполняться этой истиной. Мы хотим лучше себе представить славу небес и радость небес. Мы также хотим лучше себе представить ужас, ада. Мы просим Тебя, пожалуйста, Иисус, Духом Святым, для того, чтобы мы имели Твое сердце ко всем тем, которые Тебя еще не знают. И мы просим Тебя, Иисус, чтобы Ты нас наполнил Твоим желанием. Я вид Твою милость. Ты так хочешь протянуть Твою спасающую руку каждому, который призовет имя Твое. Наполни нас, особенно во время этой кампании, вот правным представлением о небесах, об ужасе, ада, и Твоим желанием явить милость, спасающую милость во имя Твое. Аминь. Аллилуйя. Спасибо. Рад быть с Вами. Слава Богу. Знаете, 25 лет, с одной стороны, много, с другой стороны, может быть, не очень, но это история. История, которая, знаете, пишется, и мы с Вами участники этой истории. И это на самом деле классно. Вы знаете, не все записано, знаете, в книгах, многое передается из уст в уста, но мы с Вами часть вот этой вот истории, которая началась здесь, в конце, вернее, восьмидесятых, в начале девяностых, да, особое время. Может быть, не все, конечно, помнят это время. Потому что некоторые, может быть, родились только в это время или после этого. Но некоторые помнят, да, это время. Перестройка, какие-то другие вещи, там всякие сумасшедшие события, да, рэки там и так далее, то есть там пустые магазины и все остальное. Помните, да, кто-то? Но знаете, чем особенно было это время? Оно было особенно тем, что у людей была сильная жажда. И они искали в действительности, где есть истина. И вот я хочу сказать сегодня благодарность Богу и людям, которые в то время услышали Божий призыв, и они, знаете, откликнулись на этот Божий призыв. Они понимали, что своего рода дверь и благовестие здесь, в бывшем Советском Союзе, открылось. И я знаю, много миссионеров ехало с разных стран, особенно с Америки, да, ехали для того, чтобы в действительности сеять здесь Слово Божье, помогать. И я благодарен за этих людей, за эту прекрасную семью, Ави и Рут Снайдер, их троих детей, с которыми они сюда приехали тогда, в 91-м году, в сентябре месяце, когда все было очень странно, особенно для американцев. Все было очень странно. Вся жизнь была здесь очень странная, все было разрушено, развалено и так далее. Но мне нравится, когда Ави рассказывает всегда. И вот я стоял на Дерибасовской, и я вообще не говорил по-русски. И даже иногда он вывешивал здесь табличку себе, что он не говорит по-русски. Но, знаете, он говорит о том, что иногда люди выстраивались в очередь для того, чтобы получить этот евангелиционный трактат. Такая была жажда. Сегодня нету такой жажды. Но сегодня, слава Богу, есть больше спасенных людей. И мы сегодня с вами имеем ответственность не останавливаться, а продолжать делать то, что когда-то начали они. Я хочу представить эту семью, я хочу пригласить сюда и Рут, и Ави, пожалуйста, придите сюда. Это особенная еще, знаете, в действительности такая благодарность Богу и вообще благословение для нас, что вы приходите сюда, пожалуйста. Что вы сегодня с нами. Вот эти замечательные люди 25 лет назад приехали сюда. Может быть, вы просто чуть-чуть расскажете. Можно, да? Ваши впечатления, мысли, что вам Бог говорил. Я могу. Рут, тоже, может быть, ты поделишься. Хочешь? Не знаю. Нет? Можем переводить? Да, 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 будет лучше, да. Ольга, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но, возможно, вы захотите выслушать историю, как я узнал с полной уверенностью о том, что Бог хочет, чтобы я сюда приехал. Я очень люблю эту историю, потому что Рут этого не помнит. Это был 1991 год. К тому времени мы уже как бы присылали сюда пробную команду в то, что на тот момент было еще Советским Союзом. Прошел еще целый год, пока мы все организовали, смогли получить визы и переехать сюда. В Сан-Франциско для нас устроили что-то типа прощальной вечеринки. Мой лучший друг, Джон Масковиц, которого, возможно, кто-то из вас знает. И, возможно, кто-то из вас знает. Который сейчас с Господом. Он прощался со мной со слезами на глазах. Он был уверен, что никогда больше меня не увидит. И весь штат евреев за Иисуса собрался вместе в центре, в духовном центре Южной Калифорнии. И, возможно, кто-то из вас помнит. Мы говорим, что в английском, hard-line communists seized Горбачев. В этот момент, как раз, самые твердолобые коммунисты захватили Горбачева. Это был август 1991 года. Это был последний усилий остановить перестройку. И Дэвид Бритнер подошел ко мне. И Дэвид Бритнер подошел ко мне. И он сказал, Ави, did you hear what happened in the Soviet Union? И он сказал, мне знаешь, что произошло в Советском Союзе? Я сказал, нет. И он сказал, они только что арестовали Горбачева, чтобы остановить перестройку. Может быть, некоторые помнят это, да? Или нет? Да, да, да. Окей. Я стал очень злой, очень злой. И Дэвид сказал, не беспокойся. Бог контролирует все. Правильно. И по новостям сказали, что американцы, которые планируют посетить в ближайшее время Советский Союз, должны отказаться от этой поездки. И я подумал следующее. И я посмотрел на Руфу. И она это не помнит. Я сказал, может быть, Бог хочет остановить нас и не дать нам совершить самую большую ошибку в нашей жизни. И она посмотрела на меня, как будто хотела сказать, ты дурак, ты что ли? И она сказала, мы едем. Таким образом, я понял, что это было не просто мое личное желание, но это было желание Господа. Мой приезд сюда, моя жизнь здесь, встреча со многими из вас, это во многих отношениях было самым большим приключением и самой большой радостью всей моей жизни. И моя жизнь еще не окончена. Я вам расскажу еще больше историй, когда буду делиться словом. Я могу сказать маленькую историю, наверное, мне тоже нужно тебе. У нас было трое детей. И у меня было в год 11, 7 и 3. И Ави пошел на посольство. Посольство получить визу. Пять человек. Это очень сложно. Очень, очень сложно. Все документы и все, что нужно. Они сказали, это, это, это нужно. И он пошел туда. И он ждал, и говорил, и показал документы, и все такие. И они сказали, нет, мы не даем. Нет. Все. И он пошел в офис. А потом говорит с начальником, мы не будем, потому что они не дают визу. А начальник сказал, идти обратно, еще один раз и попробуй. Попробуй. И Ави сказал, окей. И это было после обеда. Он пошел. И был другой человек там. Он показал все документы. Все документы он собирал. И дал. Пять визов. Это было чудо. Еще чудо было. А он позвонил домой, сказал, что у нас есть виза. Мои трое детей сидели на кровати. Я сказала им, что у нас виза есть. Они начали, они, they began to jump up and down on the bed. Они стали прыгать от радости по кровати. Это тоже было чудо. Потому что они даже не знали, что будет. Они не знали, что оставят все вещи, которые там. Оставят все. Мы брали 10 чемодан. И все. Сюда. Но это когда я потом встречала другие американские детей. И видела такие у них отношения. Да, about Ukraine or Russia. И я поняла, что Бог коснулся и сердец наших детей тоже. И я буду очень благодарна, если вы будете молиться за них. Все. Я расскажу вам еще одну историю. Это было в конце 1980-х годов. Я имел честь работать со служением евреи за Иисуса в городе Лос-Анджелесе. Женщина по имени Элизабет Терринь, которую многие из вас знают, она была тоже там сотрудником. Лиза родилась в Узбекистан, я думаю. Она была членом нашей команды в Лос-Анджелесе. И все газеты были полны историй о гласности, перестройке. И однажды на собрании сотрудников я сказал такие слова. Я сказал, мы должны попытаться отправить команду в Советский Союз. И я посмотрел на Лизу, чтобы увидеть ее реакцию. И я думал, она будет на меня смотреть с таким выражением, даже не думай. Но она смотрела на меня пристально, и у нее на лице была особая улыбка. Я рассказал об этой идее с Моиш Розен, который курировал работу еврея за Иисуса. Я сказал, мы должны послать команду в Советский Союз. И он сказал, почему? Я сказал, ну, потому что там есть евреи, и потому что мы должны быть миссионерами, служащими нашему народу. Он сказал мне, Снайдер. Он всегда называл меня Снайдер. Он всегда называл меня Снайдер. Он сказал, Снайдер. Если ты поедешь в Советский Союз, что ты там будешь делать? Я не думал об этом. Я не думал. So I said, I don't know, maybe we would go to Red Square and hand out our broadsides. Не знаю, может мы пойдем на Красную площадь и будем раздавать брошюры. Возможно, мы сможем найти там верующих евреев, привезти их к нам, обучить их быть миссионерами и отправить их обратно. Он сказал, Снайдер, если ты сможешь пробраться в Советский Союз, если ты сможешь раздать наши трактаты на Красной площади и выжить после этого, если ты сможешь там найти верующих евреев, если ты сможешь привезти кого-то из них сюда, если ты сможешь их обучить быть миссионерами, они туда не захотят возвращаться. Я спросил, так что, мне забыть об этой идее? И он посмотрел на меня, как будто я был полным идиотом. Он сказал, нет, я просто объясняю тебе, почему это невозможно, но ты все равно иди это делай. И по милости Божьей мы сделали это. И я расскажу вам еще одну историю, прежде чем я буду говорить Слово Божье. Рут и я привезли с собой команду еще из трех человек. Мы были здесь, в этом городе, были в Ленинграде. В Киеве. Диэйшо. Пять городов. Львов. И Москва. Львов и Москва. Три недели. Это было в мае 1990 года. Мы пошли на Красную Площадь. И я увидел огромную очередь людей, которые выстроились там, чтобы посмотреть на труп Ленина. Они все приехали в Москву, чтобы посмотреть на мертвого революционера. А я приехал в Москву для того, чтобы рассказать людям о живом Искупителе. Аминь! Я поцеловал Рут. Я взял брошюры. И начал раздавать эти брошюры в очереди людей, которые там стояли, чтобы посмотреть на труп Ленина. Сразу солдат полиции подошел, взял литературу и сказал, что это такое? Я не знал, что значит, что это такое. Я не говорил по-русски. Но Лиза Терина, она была там, и она сказала, это хорошая новость. Читайте, пожалуйста. Он читал, он улыбнулся, и он поставил нас пятерых в стратегических точках Красной площади, чтобы мы могли более эффективно раздавать нашу литературу. Боя! Боя! Рут и я вернулись после этих трех недель домой в полной уверенности, что Бог хочет, чтобы мы приехали сюда. Я просто хотел, чтобы вы знали эти небольшие фрагменты истории, чтобы задать контекст того, о чем я хочу говорить с вами сегодня. Это сегодняшнее собрание, и это компания, которую мы начинаем, это как бы мемориальная памятная компания. Есть большая разница между мирскими памятниками и божьими библейскими памятниками. Ленин's tomb, his mausoleum, is a worldly memorial. Могила Ленина и его мавзолей, это мирской памятник. Какая разница существует между мирским памятником и библейским памятником? Мирской памятник свидетельствует о мертвых делах мертвых людей. Он говорит о прошлом. Он свидетельствует о вещах, которые уже закончены. И даже если он посвящен людям, которые все еще живы, он посвящен тому, что они сделали в прошлом. И мирские памятники всегда воздвигнуты в честь людей. Библийские памятники Говорят о Боге. Они свидетельствуют о прошлом, о настоящем. И они также свидетельствуют о будущем. Потому что Бог не мертв. Он жив. И он тот же вчера, сегодня и вовеки. И цель библейского памятника почтить его, а не людей. Эта кампания, это памятник Богу. Это памятник для того, чтобы почтить то, кем он является. То, что он сделал. И что он еще собирается сделать. Это цель и суть этой кампании. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали о памятнике, о котором написано в Писании. Это книга Иисуса Навина. Глава 4. Это только после, когда дети Израиля пересекли Ордан и вошли в землю обетованную. Я буду читать стихи с первого по седьмой, а затем с девятнадцатого по двадцать четвертый. Может быть, просто по-русски, да? Пожалуйста. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней и перенесите их с собою и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащими всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа всей земли, когда он переходил через Иордан, когда вода Иордана разделилась, «Таким образом камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». Теперь с девятнадцатого по двадцать четвертый. «И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Голгале на восточной стороне Ерихона. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Голгале. И сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же как Господь Бог ваш сделал с черным морем, которое иссушил Господь Бог ваш перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы все боялись Господа Бога вашего во все дни». Спасибо. The children of Israel set up a memorial to God in honor of who He is, the living God. In chapter 3, verse 10, we're told, «By this you shall know that the living God is among you». В главе 3 этой же книги, десятых стих, сказано, «И сказал Иисус, из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хитеев», и так далее. Throughout the scriptures, God is called the living God. He's not a force. He's not a concept. He's not a philosophy. He's an individual. And He lives. He's the living God. Centuries later, the Apostle Paul cried out to the people in Lystra. They tried to offer sacrifices to him and to Barnabas. He said, «We're men, just as you are men». And we urge you now to turn from these worthless sacrifices to serve the true and living God. Joshua and the children of Israel set up a memorial in honor of the living God. They set up a memorial in honor of their God. Not the living God, their God. Not just some living God, but their God. In verse 23, Joshua says, «For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed, just as the Lord your God had done to the Red Sea». They set up a memorial in honor to the Almighty God. They set up a memorial in honor to the Almighty God. Verse 24, that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. And they set up a memorial in honor to the only God. So that the world would know that he is the one true and living God. They set up a memorial in honor of what God had done. What had he done? He dried up the Red Sea. He dried up the Jordan. D'ругими словами, he brought us out of Egypt and he brought us into the promised land. And they set up a memorial in honor to what he still was going to do. Not just a memorial of what he had done, but a memorial of what he was going to do. because he had promised to fulfill his promises and give them the land. Because he had promised to fulfill his promises and give them the land. At the end of the book of Joshua, in chapter 23, verse 14, Joshua says these words. He says, you know in all your hearts and in all your souls that not one word of all the good words that the Lord spoke concerning you has failed. All of them have been fulfilled for you. What were the purposes of these biblical memorials? What was the purpose of this particular memorial in the book of Joshua? It was meant to provoke people to ask. His goal was to provoke people to ask. In verse 6, we read when your children ask later, saying, what do these stones mean? Once again, which verse? Verse 6. In verse 6, it says, when they ask to you in the next time your sons and again in verse 21, when your children ask their fathers in the time to come, saying, what are these stones? It says, what are these stones? The purpose of the memorial was to provoke people to ask, what does this mean? the purpose of the memorial was to provoke opportunities to answer and to instruct. The purpose of the memorial was to provoke the opportunity to answer and to instruct. Verse 7, it says, then you shall say to them, because the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. In verse 22, then you shall inform your children. The purpose of the memorial was not just to provoke questions, but to provide answers. The purpose of the memorial was to proclaim who God is. The purpose of the memorial was to proclaim who God is. Verse 24, that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. And there's one other purpose for the memorials in the scripture. This one's a little bit dangerous. In chapter 24, verses 23 through 28, we won't read it, I'll just explain. But Joshua speaks of setting up another memorial. And all the people swear their allegiance to God. And he says, these stones are a memorial and a witness. they're a witness of whether they would be faithful to what they had sworn or whether they would be unfaithful. Joshua's words that he spoke to the people about setting up a memorial could very easily have been the words that the Apostle Paul wrote to the Ephesians 1,300 years later. A memorial to the living God for what he had done and for what he will do. and Paul said to him who is able to do far more abundant beyond all that we ask or think according to the power that works within us to him be the glory in the church in Messiah Yeshua for all generations forever and ever. Amen. But what about us? I really don't have adequate words to express the wonder that I feel over all that God chose to do these last 25 years. And I'm not an inarticulate person. I just don't have the vocabulary to adequately describe the wonder the amazement that I feel when I see what he's done. I don't have the words to describe my gratitude to him. for allowing me to be a part of this adventure for allowing me to be a part of so many of your lives. I genuinely don't have the vocabulary to explain the gratitude. I genuinely don't have the words to give my gratitude to this. This campaign is a memorial not just a campaign. It's a campaign in honor of who God is. It's a campaign in honor of who God is. It's a campaign in honor of what he has done in the last 25 years. It's a campaign to praise God for what he has done in the last 25 years. It's a campaign, it's a memorial in honor of what he's going to do. It's a campaign, it's a memorial in honor of what he's going to do. Who is God? He's the living God. He's the living God. He's our God. He's the almighty God. And he is the only God and the only Savior for Jew and non-Jew alike. He's the only God and the only Savior for Jews and non-Jews. Yeshua said, Yeshua said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father but by me. I am the way, no one comes to the Father When Ruth and I moved here in 1991, we just, we had two goals. When Ruth and I came here in 1991, we had two goals. To proclaim the gospel to as many people as we could. And to try to establish a ministry made up of Soviet-born Jews for Jesus. But what has he done in 25 years? There are offices of Jews for Jesus in six cities. That's not, that's just Jews for Jesus. That doesn't even count all of the messianic congregations and all of the other ministries that he's raised up in the last 25 years. And from here, God started the work in Germany. And from here, God started the work in Israel. All within these 25 years. What else did God do? He not only gave us places, he gave us people. I don't think I don't think any of us in any of the ministries combined can really calculate how many Jews and non-Jews have come to faith. How many of you came to faith within the last 25 years? Most of you. He gave us places, he gave us people. And what else did he do? He gave us a whole new generation of servants. You. How many of you are 25 years old or younger? And how many of you are living in order to serve the Lord? Okay. Now, put your hands down. How many of you are older than 25 years? But who came to faith, wait, 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 wait. Who came to faith during the last 25 years? And live to serve the Lord? And live to serve the Lord? Two generations, two new generations of servants of the Lord. What will he do in the future? What will he do in the future? Who knows? God knows. What will he do tomorrow? What will he do in the next two weeks? Bog's night. This campaign is a memorial to who God is. It's a memorial to what God has done. It's a memorial to what he will do starting tomorrow. What are the purposes of this memorial campaign? to provoke people to ask, что это такое? To provide opportunities for us to answer. This is about Yeshua. To provide opportunities to proclaim, just like in Joshua chapter 4. And if the Lord tarries for another 25 years, if the Lord waits for another year, this memorial will serve as a witness of us. Were we faithful? Or did we grow cold? Или мы остыли? Last night, we acknowledged Леониду's birthday. Вчера мы поздравляли Леонида с днем рождения. 45, да? Где Саша? Твой сын? Саша, сколько лет тебе? 25. Okay. In 25 years, через 25 лет, if Jesus has not come back, если Иисус еще не придет, you'll be just a little bit older than your father is now. Ты будешь немножко постарше, чем твой папа сейчас. And by God's grace, hopefully, you'll be strong, and you'll be walking faithfully, and you'll be serving the Lord, you and your whole family. And I hope you'll be силен, you'll be верен, you'll be ходить в Боге и служить Ему вместе со всей своей семьей. Me? I'll be home with Him. Or I'll be 90 years old. If I'm 90, I hope I'll still have a clear mind. And I hope I'll still be serving with you. Listen again to verses 19 through 22. Читаем, пожалуйста. Okay. 19 through 24. Fourth chapter. Fourth chapter. И вышел народ из Иордана в 10 день первого месяца и поставил стан Галгали на восточной стороне Ерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил Галгали. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значат эти камни. И скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас доколе вы не перешли его. Так же как Господь Бог ваш делал с Черным морем, который иссушил Господь Бог ваш перед нами доколе мы не перешли его. Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Turn to Ephesians chapter 3. I'll tell you when to read it. Okay? Tell me when you're ready. When Ruth and I moved here in 1991 I had hoped that God would give us three years. He didn't. He gave us seven. 25 years later I marvel, I wonder every day over everything that God did and everything that He continues to do. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works within us to Him be the glory in the church and in the Messiah Yeshua to all generations forever and ever. Amen. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего что мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Let's pray. Помолимся. Бог of Abraham God of Isaac God of Jacob Бог Авраама Исаака Иакова We commit this next two weeks of campaign to You. We present our activities and our lives as a living memorial to You. We pray that our lives and our labors may be living stones that point to the living to the living God stones that point people to the living God stones that provoke people to ask to ask questions Lord may this campaign give us many opportunities to provide the answers may this be a memorial campaign of pure proclamation of your good news we ask all this in the name of the Messiah Yeshua we pray in the name of the Messiah Yeshua Amen Amen Хорошо, дорогие, присядьте на одну минуту еще. Наше официальное служение, открытие Емунгельсионной Компании подошло к концу. И я хочу выразить всем благодарность, кто сегодня разделил с нами этот такой, знаете, важный шаг, как бы начало такое. И мы ожидаем всех вас, чтобы вы участвовали на протяжении двух этих недель. И особенно просим, чтобы молились вы и также передали вашим церквям, общинам, чтобы поддерживали это время в молитве, всю эту евангелизацию. Знаете, есть важные молитвенные нужды о том, чтобы Бог открыл сердца людей этого города, как евреев, так и неевреев. Чтобы многие из них пришли ко спасению. Молитесь за оппозицию, чтобы, знаете, у ней нашлась работа, и они были заняты какой-нибудь работой, и не морочили нам голову. Чтобы мы могли делать свое дело, не отвлекаясь, знаете, на вот этих людей, которые ищут чем заняться. Также мы просим, чтобы молились о том, чтобы наши братья и сестры возревновали, знаете, увидев нас, всех вместе, стоящими на улице, раздающими литературу, говорящими с другими людьми, танцующими, поющими, выступающими и так далее. Чтобы мы возревновали и также пожелали выйти на улицы нашего города и провозглашать Евангелие, проповедуя Слово Божие. Аминь. Поэтому большая просьба, молитесь сами об этом и передайте в своих церквях, чтобы также поддерживали и участвовали в эти дни в евангелизациях, чтобы в действительности, знаете, город был наполнен Словом Божьим. Поэтому я хочу еще раз всем сказать спасибо, что вы были сегодня с нами, и я ожидаю, верю, что вы будете на протяжении всех этих двух недель вместе с нами на улицах. Пусть Бог вас всех благословит. Шалом, дорогие, с миром Божиим. И завтрашнего дня присоединяйтесь, присоединяйтесь к евангелизации. Ну, и сейчас, может быть, закончим молитвой, да? Илья Хаймович, да? Давай мы тебя пригласим, и ты благословишь нас всех молитвой Аарона, и на этом мы сегодня официальную часть служения закончим. Все могут идти по домам, кроме людей, кто в основной команде. Спасибо. Давайте мы встанем и примем благословение, которое Бог заповедовал в Слове Своем. Слово. 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 Да благословите бы Господи, сохранит тебя, да презрит Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицоственно тебя и даст тебе мир. Аминь. Шалом. Слово. 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 Слово.